Слава Господу, дорогая Церковь, народ Божий! Жив наш Господь! Аминь! И вчера, и сегодня, и вовеки Он тот же. Он не меняется. Иногда мы не верны, не храним эту верность до конца, но Он не изменен. Слава Ему за это! Я благодарен Господу за то, что могу быть вместе с вами. Поздравляю вас с этим праздником, крещения Господнего. Я, знаете, так думаю, крещение, крещение. А с чем у вас ассоциируется слово крещение? У людей, ходящих в церковь. Кто-то скажет обещание, кто-то скажет погружение в воду, какие-то еще ассоциации. А вы знаете, в нашей такой славянской культуре вот сегодня тоже особый день. И если вы на улице подойдете и спросите, а что такое крещение? И тебе скажут, знаешь, такую обилие информации о том, что это вода, которая имеет особую силу, о том, что это прорубь, в которой можно, ух, как войти и выйти, о том, что, может быть, еще какие-то там ассоциации, ряд-ряд чего-то с этим связанного. Но, знаете, я, наверное, как и многие вы, причисляюсь к тем людям, которые дважды проходили через процесс крещения. То есть и был процесс, наверное, без моей воли однажды, а другой раз это было сознательное решение. И чем сегодня отличается вообще, что такое крещение? Что это как слово? Мы понимаем, что сам процесс крещения, если уже не говорить, что это обещание Богу доброй совести, в такой формулировке, которая нам знакома, но, другими словами, это демонстрация нашего решения, нашей веры, видимая демонстрация и исповедание, часть, что это публичное исповедание. Потому что в Слове Божьем сказано, покайтесь и докреститься. Поэтому войти, скажем, в прорубь сухим грешником, а выйти мокрым грешником, ничего не поменяется. Аминь, церковь. И то, что отличает нас, и то, что важно для нас, не внешний факт какого-то процесса, но именно измененное сердце при этом. И когда мы говорим, что первично покаяние, это изменение образа жизни, это покаяние, это разворот, это изменение вообще твоих ценностей жизненных. Ты уже по-другому смотришь, у тебя другие идеалы в жизни, изменение вектора поклонения. Если ты поклонялся себе любимому, то покаяние, оно связано с тем, что появился новый авторитет в твоей жизни, и ты уже направляешь поклонение в его адрес. И когда есть покаяние, следует дальше крещение. То есть и мы демонстрируем это. Поэтому пусть Бог благосовит. Знаете, интересное место, это заключительная глава Евангелия от Марка. Результат, смотрите. Воскресший рано в первый день недели, с 9 стиха 16 глава Евангелия от Марка. Иисус явился, Он воскрес, явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла, возвестила бывшим с Ним. Были кто-то с Ним, смотрите, плачущим и рыдающим. Они плачут, рыдают, приходит она и говорит, возвестила, что видела Иисуса. Но они, услышавши, что Он жив, и она видела Его, не поверили. Знаете, сегодня мы можем находиться в состоянии оплакивания определенных ситуаций в своей жизни, вопросов, сложностей. И действительно, слезы, печаль. Мы чувствуем себя оставленными. И когда те приходят и говорят, послушай, есть Бог живой, мы, знаешь, словами не говорим, не верю, но вся наша жизнь, она в завтрашнем дне не видит никакой надежды. Но, может, в силу того, что эта женщина пришла, я не знаю, как это было в контексте того отрезка времени. Смотрите дальше. После этого явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им написано, не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие. То есть неверие, жестокосердие достойно упрека Иисусом Христом. И он упрекал. Смотрите. За то, что видевшие Его воскресшего, не поверили. И сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Это то, что мы называем великим поручением в Слове Божьем. Идите. То есть в каком статусе ты был? Ну, не знаю. В паузе какой-то, в ожидании чего-то, безнадежности какой-то, апатии. И вот приходит Христос и говорит, а теперь вставай. И с этого момента начинаются активные действия. Было ожидание, но когда ты встретился с Богом, начинается процесс активных действий. Он говорит, «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. Кто будет веровать и креститься, это то, о чем мы говорим, он спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, брать змей, если что, смертность выпьют, не повредит, возложат руки на больных, будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо, воссел одесную Бога». Вот великое поручение для каждого из нас, для верующего человека, в каком бы состоянии ты ни был, но мы призваны Богом отражать свет Его славы. Скажите аминь. Это наше с вами предназначение в любом случае. Мы сегодня много говорим, какое твое предназначение, молись, ищи место в служении, в церкви. Есть предназначение личное, призвание на должность. Библейская интерпретация слова «призвание» – одно из перевод призвание на должность. И для тебя есть должность у Бога, но есть общее наше предназначение быть светом этому миру. И когда мы читаем, «Итак, идите, проповедуйте, будут веровать, будут креститься, и как следствие кто-то спасен, кто принимает, кто нет». И мы думаем, «Ну, вооружимся Словом Божьим, идти учить» – значит, знаешь, на уровне буквы. «Приходить и давай». Богословскую семинарию позвал, рассказал там какую-то информацию. Вы знаете, что с точки зрения физики скорость света быстрее скорости звука. А мы часто думаем, что наши слова, они произведут всю работу в полной мере, хотя по факту мир, в котором мы живем, и люди, сотворенные Богом, все творения, о которым сказано в Великом Поручении, они ожидают больше всего сострадания, сочувствия, участия, какого-то переживания и сопереживания. И, к сожалению, об этом я хочу сегодня кратко поговорить, что наша христианская жизнь, она может превратиться в теплое состояние, в котором мы формируем лишь свое спасение, свое ощущение счастья, полноценности, о чем было сказано. И в конечном итоге, в глазах Божьих, это не что иное, как суета. Потому что то, к чему Бог тебя и меня призвал, это быть светом этому миру. А свет, он не просто вскрывает что-то. Источник света, он также обогревает, согласитесь. Он также лишает вредных насекомых, может, как столб огненный, который был в пустыне. И он может указать путь. И много-много-много вещей позитивных, не просто вскрыть, обнажить какую-то боль. И это тоже. Но я сегодня хочу поговорить с вами о том, чего Бог ожидает от нас. Жизнь христианина, она всегда публична. Мы призваны жить в обществе, жить на виду. В конечном итоге, церковь Нового Завета, как мы прочитали, она имеет откровение. Иди, иди. И идите и научите. Мы, как я говорил, свет, мы соль. Соль, она с одной стороны раздражитель общества, в котором мы живем. С другой стороны, как у нас в реабилитационном центре был благосовенный брат Аркадьевич, он говорил, когда-то же мы кушали, он говорил, дорогие братья, если посолить, будет в два раза вкуснее. Оказывается, соль не только раздражает, но соль, она придает вкус определенным вещам, поэтому мы должны быть светом, должны быть солью. Слово Божие говорит, он благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ты так же и я, мы имеем аромат, мы пахнем. И иногда, когда ты живешь около хлебозавода, знаете, ты выходишь, и такой аромат. Ты аж сразу хочется скушать все, что вот на основании этого запаха. А иногда, когда ты живешь около мясокомбината, простите, или где-нибудь, ты думаешь, или у какой-то фермы рядом. Такой запах. Но Слово Божие говорит, мы в том числе источаем запах. Христианство – это активная позиция, друзья, активная жизненная позиция. В жизни любого человека существуют нормы, моральные. Они у всех есть, это требование к самому себе. Людей без морали не бывает. Скорее, аморальными мы называем тех, у которых понятие морали свое. То есть, для одного человека, скажем, он никогда в жизни не возьмет чужого, другой он не повысит голос на родителей, ну так воспитан, мораль такая. Третий – не ударит человека ни при каких обстоятельствах. А для других это вообще не является моральной нормой. То есть, для него, слушай, бей первый, не прощай эту слабость, не давай, с тебе никто не давал, и ты не давай. И это тоже свод чьей-то морали. Кто-то скажет, ну понятно, у нас у верующих людей с моральными нормами все прописано. Но если откровенно говорить, даже внутри церкви у нас у каждого своего есть, у каждого из нас есть свое восприятие правды, свой свод морали. Для кого-то там в меру своего понимания достаточно, знаешь, не пить чего-то спиртного, не употреблять там, я не знаю, каких-то там, не курить, там еще чего-то не делать. Другой, знаешь, не считает нужным материально приносить, как-то участвовать в служении церкви. Третий, он, знаешь, твердо решил не красть во всех проявлениях. То есть он даже будет программы на компьютер скачивать только за деньги. Он ни в коем случае не проедет без билета. То есть у нас даже у разного есть свод своей морали. И, знаешь, кто-то вообще там смело может там солярочку сливать, работая водителем, и говорить, ну, как бы, я с Богом договорился. Один как-то брат так заявил, я думаю, ничего себе. Ну, мораль у каждого своя, ну, да помилует Господь. Но в большинстве своем мы все определили для себя одно, и в этом мы согласимся. Не делать плохого. Аминь. Но если мы читаем Слово Божие, значит, мы такие, никому мешать не буду, никого трогать не буду, в конфликтах участвовать не буду. Но если мы читаем Слово Божие, то оно говорит нам так, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 14 стих. Кто будет пить воду, которую я дам ему? Во-первых, он не будет жаждать вовек, слава Богу. Но вода, которую я дам ему, она сделается в нем источником воды, живущим в жизнь вечную. Дорогая церковь, мы сегодня говорим о том, что Бог пришел не только для того, чтобы утолить нашу жизненную жажду, наш вакуум, пустоту внутреннюю, решить наши проблемы. Но Он сегодня напоминает нам, что я источник в тебе хочу открыть, и чтобы ты был светом в этом мире, и чтобы этот источник своей свежестью привлекал людей, которые находятся, может, с другой стороны твоего забора, с другой стороны, скажем, забора нашей церкви. Но этот аромат, эта свежесть, она привлекает, люди хотят прийти сюда, потому что они знают, что здесь живая вода, живая вода внутри тебя, которую Бог заложил в текущую, в жизнь вечную. Видели ли вы когда-нибудь живой источник? живой источник, это просто надежда какая-то, это то, что несет в себе чистоту. А вы видели также источник стоячей воды? К нему вообще приближаться не хочется, там уже и земля какая-то шаткая, и душок какой-то стоит, такой не всегда приятный, не говоря уже о том, чтобы попить из него. Поэтому я сегодня хочу поговорить не просто о спокойном нашем христианском существовании, но о эффективном, активном служении людям, которые нас окружают. Для меня сегодня, честно скажу, братья и сестры, вопрос номер один, то, о чем я переживаю, чтобы мне потерять в своем сердце сочувствие и сострадание людям, которые меня окружают. Во всей нашей духовности, во всей нашей спешке, туда, куда мы идем, во всех наших служениях, мы можем просто, наше сердце, оно может стать черствым, бесчувственным и атрофироваться по отношению к людям, которые нас окружают. Поэтому я никого не трогаю, никому не мешаю, что вы от меня хотите. Но в конечном итоге, если посмотреть на свою жизнь, но и хорошего, то, чего Бог ожидает от нас, мы тоже не всегда в активном проявлении делаем. В уголовном кодексе есть статья такая, которая называется «Преступное бездействие должностного лица». Я сегодня упоминал уже о том, что мы с вами призваны на должность. Ты призванный, ты должностное лицо. Конечно, знаете, если, например, где-то повредился мост, магистраль, ты прошел мимо, там видел, ого, трещина какая-то в колонии, ты прошел мимо, ты к дороге отношения не имеешь, мост разрушился, была, может, сохрани Господь какая-то катастрофа или что-то, ты не будешь нести уголовную ответственность. Но если твоя жизнь, профессиональная твоя деятельность, она связана с дорожным каким-то сервисом, с обслуживанием дорог, и ты видел, но не предпринял мер, то ты будешь отвечать как лицо должностное, бездействующее. Послушайте, если мы говорим о коммуникации с этим миром, в котором мы живем, мы осознаем, что мы призваны на должность Богом, и мы прочитали, и мы еще сегодня коснемся, ты источник живой воды. И ровно тогда, когда ты видишь боль, когда ты видишь поражение, когда ты видишь запах смерти уже вокруг тебя, в ком-то, кто иногда, знаете, я ловлю себя на той мысли, а не, ну что мне до него? И мы проходим мимо в своей спешке, суете, в своей святости, праведности, в своем спасении, совершая его потихонечку. И, конечно, вопрос, не должностные ли мы лица, которые, в свою очередь, не предприняли активных мер. Поэтому верующий человек, это прежде всего не тот, который не делает плохого, но тот, который делает много хорошего. Аминь. Делает больше, чем от него ожидают. Когда-то, вы помните выражение, покажи мне веру без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Дела – это то, что отражает нашу веру, демонстрирует ее. Поэтому мы говорим о принципе активного христианства. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 стиха. 5 глава, 38 стих. Это нагорная проповедь. Это проповедь, которая, она просто в то время, понятие вины и греховности, она просто расширила в какой-то мере. Когда израильский народ, он ждал освобождения от всякого гнета, они ждали, что сейчас придет царь, который скажет, все, достаточно этого угнетения, теперь мы будем задавать тон. И смотрите, нагорная проповедь, что нам раскрывает? 5 глава, 38 стих. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, что, уходи в сторону. Ну, хотя бы так, и то неудобно, а он говорит, обрати к нему и другую. Это что-то больше, чем твой комфорт, наша жизнь. Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку? Слушай, мы иногда думаем, да судиться дело неблагодарное, тут еще и мое хотят взять. Ну, ладно, отдай ты эту рубашку. А что мы читаем дальше? Отдай ему и верхнюю одежду, ради вообще мира какого-то. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще? Написано, иди с ним два. Мы об этом чуть позже поговорим. Просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего и ненавидь врага твоего. А я говорю, люби врагов ваших, благословляй проклинающих вас, благотвори ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. За не менее время не будут читать до конца, но народ Божий, весь дух Библии, он побуждает нас к действию, к проявлению добра в нашей жизни. Мы читаем, кто крал, впредь не кради. Знаете, Бог меня нашел в плохой жизни. Он меня призвал вообще из зависимости определенной. И кто крал, кажется, ну ладно, крал полжизни. Не кради. Все, хорошо, красть не буду. И на этом все. А дальше написано, но трудись. Ага, а когда всю жизнь не трудился, трудиться посложнее. Ну ладно, нашел в себе силу, упорядочил характер, пойду трудиться. А дальше еще что написано, для чего вообще трудиться? Для того, чтобы было из чего уделять нуждающимся. И тут наши жизненные ценности, цели, идеалы, они дают какой-то сбой, конфликтуют с нашим сердцем, наши желания. Оказывается, я работаю, я не только для дырявого кошелька, не только для чрева, а и это имеет цель, направленную на созидание тех, кто нас окружает. Написано, не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство. Ладно, мы в такой горячности иногда, нам не ответить, это целое испытание. Нам сказали, мы будем ночь иногда думать, как нам это на следующий день, как выдадим, знаешь, чтобы последнее слово было за нами. Но это не про нас, не про вашу церковь, но иногда про людей, скажем, живущих во плоти. Оно слово Божие говорит, не отвечает злом за зло, ругательством на ругательство, не ответили, стеснув зубы, он говорит, напротив, благословляйте, зная, что вы призваны к тому, чтобы на след благословение, оказывайте, меня злословят, промолчать это полдела, а вот благословить в ответ, это верх нашего христианского предназначения, и призвания. И мы прочитали, скажем, кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Знаете, что такое поприще? Это расстояние пути в одну милю условно, римская миля, если вы слышали где-то, так называемый закон о римской миле, полтора километра примерно, в Древней Палестине, господствовала Римская империя, и одним из законов, это был закон о римской миле, было предписано, любому негражданину римской империи, нести багаж воина, кто-то говорит, гражданина римского, один из точек, но я видел, но багаж воина, вот идет воин, и был закон на уровне, скажем, принят законным, государственным, назовем так, о римской миле, о том, что идет воин, и он имеет полное право, любому, ну, мы говорим в контексте еврею, к примеру, негражданину римской империи, просто показать, жезлом, или копьем, некоторые источники говорят, и ты непрекословно берешь ту ношу, которую тебе скинули, одеваешь ее на себя и понес, и вот представьте, что было в мыслях несущего, которого оторвали от личных дел, который спешил домой, может поужинать после работы, и в один момент он идет, такая тоже, знаете, скажем, люди говорят, что в то время были дороги, по которым ходили римские граждане, это было по статусу, но и были подворотни, по которым, ну, как-то не статус находить, да, воину римскому условно, и вот те дороги, понимаете, кем были заполненными? Не готовыми нести ношу, хотя закон предписывал, не поспоришь, но все же закон есть закон, идет римский воин, показывает копьем, ты уже, наверное, сдалека высмотрел, ты понимаешь, все планы надо отбросить, взял это, и говорят, что они шли и считали шаги, ну, как расстояние отмерить? Миля есть и пошел, и шаги, один, два, три, себя просто недовольный, там не было предписано, с каким ты сердцем будешь нести, что ты должен по дороге развлекать, там, рассказывать истории какие-то, ты просто бери и неси, и римский воин, когда он идет, несет это расстояние, он уже примерно понимает, сколько шагов прошел, и он, наверное, уже следующую жертву присматривал, и уже сдалека говорит, теперь ты, то есть это такая демонстрация вообще господства над личностью, и второй взял и понес, и вы знаете, смотрите, прежде чем говорить о смысле пользы вообще второго поприща, вот Христос, они ждут освободителя, и он говорит требующему тебя, кто вынудит, кто понудит тебя идти с ним поприща, слово вынудит, оно уже нам больно, знаешь, когда нас вынуждают что-то, он говорит, ну вынудили, понес по закону, но Христос, они, наверное, ждали сейчас, кто вынудит тебя идти с ним первого поприща, скажи, теперь ты неси мое, да, то есть, ну это было бы хорошее такое, знаешь, повеление, но он говорит, иди с ним два, и мы сейчас, как верующие люди, понимаем, дорогие друзья, что способность быть светом, она может быть в нас, это способность только в том случае, если мы можем сделать больше, чем от нас ожидают, скажите аминь, прежде чем говорить о смысле второго поприща, важно сказать и о первом, без первого не может быть второго, сначала пройди первое поприще достойно, а потом иди на второе, первое поприще, это наши с вами обязанности, это первая дистанция в нашей жизни, это наши обязанности, ты должен нести груз, возложенный власть имеющими, что для нас сегодня может быть власть имеющая, конечно, кто имеет власть над нами, послушайте, в семье есть долг, на работе есть долг, перед государством есть долг, перед Богом есть долг, перед церковью, перед служителями в какой-то мере, то есть, есть первое поприще, это наши с вами обязанности, это закон, кто-то скажет, ну что закон, мы не под законом, скажите, закон это хорошо или плохо вообще, я когда выезжаю вечером, или выхожу с детками на улицу, или выезжаю на дороге, смотрю на знаки, которые предписывают движение, ограничение скорости, я думаю, возьми, ты убери это все, какой беспорядок и бардак начнется, простите за выражение, но закон, он приносит порядок, и когда мы говорим о том, что у нас есть обязанности, и мы законом, они на нас возложены, это формирует порядок в твоей жизни, но 1 Тимофею сказано, мы знаем, что закон добр, и вот закон, закон, если мы не пройдем свое первое бремя, обязанности достойно, то ты никогда не станешь светом, мы многие с первым поприщем не справляемся, кто вынудит, написано, мы не любим, когда нас вынуждают что-либо делать, нам хочется чувствовать себя независимыми, свободными, планировать каждый шаг своей жизни, ни под кого не подстраиваться, но по факту, для христианина такой жизни не бывает, потому что мы живем, во-первых, среди людей, но во-вторых, мы живем во многом для людей, которые нас окружают, поэтому нам не все нравится делать, но это обязанности, это требования закона, это твоя первая дистанция, о которой вообще речь не идет, ты обязан, то, что на тебя возможно сделать качественно, не соблюдая закон, проходя первое поприще, ты никогда не станешь светом, и не пойдешь второе, закон способен порядок принести в жизнь, но он не способен изменить сердце, если мы что-то делаем только по принуждению, это рабское мышление, мы по принуждению вынуждены делать, но если мы делаем это не просто добровольно, послушайте, но сверх того, к чему нас принуждают, то мы демонстрируем настоящую свободу в Иисусе Христе, и мы заходим на это второе поприще, где уже все происходит по-другому, когда мы читаем истории, примеры библейские, самарянин, он не просто, знаешь, обратил внимание, помните, в этой истории, на человека бедствующего, который не шел, он деградировал, это определенная такая, знаете, динамика падения, шел из Иерусалима в Ерехон, и он оказался в плачевном положении, и все шли, послушайте, все шли, и я, наверное, шел, спешил на служение попроповедовать, и еще кто-то шел, прославить спешил, и мы шли, но один шел вообще, который, по сути, от которого, да и не ждали всего этого, но что-то в сердце было по-другому, и он даже не просто подошел к нему и спросил, как ты, друг? Знаете, иногда я ловлю себя на мысли, что меня хватает на то, чтобы подойти к человеку в трудной ситуации, спросить, у тебя все хорошо? Да, ну давай, но он не просто взял его, он не просто перевязал, не просто промыл, он занес, и он сказал, я еще пойду на второе поприще, и материальное, и, скажем, физическое, он сделал дальше, и этот пример оставлен нам, как напоминание о нашей роли, живя в этом обществе, богачив до вас приношением, слушайте, принести десятую часть, от избытка, это первое поприще, от скудости, последнее, оно в твоих глазах, оно не имеет значения, никому не поможет, но это ценно было, послушайте, есть в медицине, помню, бабушка ложилась в больницу, и мест нету, и мест не будет, мы сегодня, знаете, иногда понимаем, для того, чтобы было место, нужно решить вопрос материальный, и тогда место найдется, послушайте, врач, который, скажем, готов оказать тебе внимание, за деньги, он даже с первым поприщем не справляется, друг, который дружит с тобой, только в дни благоприятные, это первое поприще, а тогда, когда у тебя проблемы и трудности, но он рядом, это второе, поэтому, в римлянам 12 глава, 20-21 стих, итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, делая это, ты соберешь на голову ему горящие уголи, не будь побежден злом, побеждаешь зло добром, и знаете, иногда верующие люди неправильно толкуют вообще это место, мы иногда думаем, горящие уголи, это отмщение, и тут, если враг твой голоден, как это, там он говорит, благословляйте врагов, а тут говорит, ну, как бы, накорми, но тем самым, знай, что Бог ему воздаст так, что тебе не придется, здесь вообще другая мысль, когда мы читаем о том, что голоден враг твой, твое сердце наполнено состраданием, накорми, даже если он враг, если он жаждет, напои, делая это, ты соберешь горящие уголи, горящие уголи на голову, в те времена была подставка такая, с медным основанием, для переноса горящих углей, до следующего места привала, да, и, когда, ну, источника огня было мало, собирали угли, для того, чтобы ты мог пройти какое-то расстояние, снова распалить огонь, снова обеспечить себя теплом, необходимой пищей, и пойти дальше двинуться, поэтому здесь речь тут совсем о другом, если в драк твой голоден, накорми его, даже врага твоего, пойди на второе поприще, вопреки своей природе, которая хочет мстить, и тем самым, ты дашь ему эту благодать, еще на определенный отрезок, вот о чем сказано, да будет совершен, Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен, что нам дает второе поприще, друзья, самое главное, что происходит на втором поприще, это живая проповедь, мы так много говорим о евангелизации, о активном действии, но ты никогда не сможешь быть светом, если ты не зайдешь на второе поприще, возвращаемся в эту иллюстрацию, идет римский воин, показывает, привык, что все уже сдалека, видя его, прячутся по углам, но тут ему навстречу идет еврей с улыбкой, он указывает на него жестом, он говорит, да, 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 сейчас все будет, берет эти вещи, он привык, что рядом идет возмущенно, топает ногами, себе под нос, что-то отсчитывает, а этот идет спокойно, идет с ним рядом, несет, проходит время, уже вроде бы дистанция пройдена, он идет дальше, вопросов не задает, и не считает, послушайте, и тут уже вопрос у этого воина, а ты никуда не спешишь, условно, простите за вольность рассуждений, мы просто моделируем ситуацию, чтобы мы понимали, что такое второе поприще, о котором говорил Иисус Христос, о жизни запредельной, сверх того, чего ждут от нас, и он идет рядом, говорит, да нет, не спешу, пошли, куда тебе, до дома готов, если хочешь, и тут он спрашивает, что с тобой не то, все те твои, вот как себя ведут, что с тобой не то, друзья, а этот вопрос, знаком нам или нет в нашей жизни, когда тебе говорят, слушай, ты какой-то не такой, люди, которые с тобой работают, которые с тобой учатся, с которыми ты пересекаешься по каким-то вопросам, друзья, нет ничего прекраснее, когда наша жизнь, она несет свет Евангелия для людей, которые нас окружают, поэтому эффект второго поприща, это живая проповедь, я помню, у меня по соседству жила женщина, она такая злая была вообще, я не знаю почему, но вот как-то мы жили в соседней квартире, и как-то она вообще, ну что-то в немилость мы ей попали, не знаю почему, соседи, это такие отношения, это вообще что-то необъятное и непонятное, но не суть, она не здоровалась с нами, как-то вот такая, ну холодок постоянно был, и в один день мы сидим с женой, звонит звонок в дверь, я говорю, посмотри кто там, она смотрит, говорит, мне показывает, соседка, я думаю, ну все, сейчас начнется, еще что-нибудь придумала, это может быть, ну и заходит соседка, она открывает у нее в руках торт, сок какой-то, она говорит, знаете, там вот у нас свадьба была, я там сына женил, а у нас вот такая, мы вот, я не знаю, я такой традиции раньше не знал, вот мы с соседем всем уделяем знак внимания, я напряженный, смотрю на этот торт, на нее, ну взяли, она можно зайти ее? да, она зашла, осмотрела дом, так да, вот детки, да, ну так ненавязчиво ушла, я смотрю на этот торт, и думаю, вообще есть его опасно или не опасно, что у нее вообще у этой соседки на уме, но прошло немного времени, я думаю, драгоценный Господь, это насколько ты мне показываешь мою роль, то, чего ты ожидал от меня все это время, и ты просто показываешь, что ты оказался за бортом этого второго поприща, ты должен был быть мудрее, сделать это раньше, с тех пор отношения совершенно другими стали, конечно, если мы говорим о втором поприще, это всегда благо для нас, почему, потому что написано давайте, и дастся вам, мерою доброю, утрясенную, нагнетенную, переполненную осыпницей вам в лона ваша, знаете, что такое угнетенная, утрясенная, кто помнит, я не знаю, но те времена, когда бабушки семочки продавали, и бывает покупаешь семочки, она тебе не просто насыпет, она еще сверху жменечку утрамбует, маленькая жменечка, ну так это нравилось, приятно тебе дали сверх меры, и тебе хотелось еще у нее купить, потому что она еще насыпет чуть жменечку, сверху, и когда мы читаем, что давайте дастся вам, дастся не так, как знаете, гирька под весами, что обделится, но будет мера добрая, утрясенная, нагнетенная, переполнена, отсыплется в лона ваша, потому что какой мерой мы мерим, такой отмерится нам, друзья, проходя первое поприще, наш с вами долг, но проходя второе, мы рождаем должника себе, это даже выгодно экономически в наше время, оказывается, ну я не призываю к расчетливости такого рода, но я говорю о том, что в духовном мире это имеет огромное значение, нам важно пойти на второе поприще в наших семьях, друзья, знаете какой сегодня процент развода в Беларуси, он достигает практически семидесяти, это пик нетерпимости в семьях, люди говорят, это такое наивысшее проявление эгоизма в людях, а зачем вообще напрягаться, пока хотел заполучить свою спутницу, делал все возможное и невозможное, а когда она уже моя, ну оказывается интерес пропал, и любовь куда-то ушла, и аргумент, знаешь, какой, принимай меня таким, какой есть, не нравится, давай, не сошлись характерами, семь браков из десяти, они закончатся, к сожалению, иногда мы ошибочно полагаем, что семья это место, где нам должны служить, дорогие друзья, говоря на эту тему, тему второго поприща, я хочу напомнить всем нам, начни ты делать, во-первых, по долгу, слышишь, по долгу, во-первых, первое поприще начни исполнять, во-вторых, сверх меры, если ты, вот я терпеть не могу, мыть посуду, но я приучил себя, потому что это для меня второе поприще, а кто-то для кого-то другое, знаешь, для детей может сделать сверх качественно свою работу, я помню, готовясь ко сну, подхожу к постели своей, ну, и там две подушечки лежат, мило, моей и жены, и я одну взбиваю и ловлю себя на мысли, что я уже годами взбиваю одну подушечку, помилуй Господи, оказывается, лишь бы все себе любимому я приучил себя начинать с подушечки жены, и поэтому в нашей семье нам важно осознать, что мы должны перезапускать отношения, поддерживать их, задача священника была поддерживать огонь на жертвеннике, если ты видишь, что угасает в этой области, раздуй там, если там горит сильно, потуши немного, но ты отвечаешь за то, чтобы атмосфера была правильная, важно перезапускать, это наша задача с вами, у меня один приятель работает строителем, приходит домой в семью, заходит в ванну, вроде в квартиру везде с ремонтом, а в ванной плитка обвалена, и он говорит, там женщина была, хозяйка, он говорит, слушайте, представляете, что муж не может ваш плиточку повесить, у вас так везде красиво, она говорит, я вам больше скажу, мой муж плиточник, очень часто у нас так бывает, ну что, деньги не заплатят, ну уже как пойдет, друзья, мы часто узнаем себя в этих примерах, но так в жизни, как важно нам пойти второе поприще с соседями и обществом, которое нас окружает, как я уже говорил, как важно на работе, послушай, пока ты видишь в своей работе исключительный источник дохода, ты раб, не более, если ты приходишь на работу за, как знаете, раньше слово такое было, получка, работаешь, не работаешь, получку дали и пошел, и если ты, у тебя к работе отношения исключительно в области дохода, мы рабы с вами, важно понять, что работа это прежде всего люди, которые тебя окружают, скажите аминь, и взаимоотношение с этими людьми, оно демонстрирует нас, как христиан, поэтому, много людей может сегодня сетуй, да вот, кризис в стране, сократили, сегодня легко попрощаться с некоторыми сотрудниками, потому что их отсутствие даже не заметят, но если ты проходишь второе поприще на работе, ты возлагаешь на работодателя, твоего начальника, двойные обязательства, во-первых, тебе будут платить деньги не только из чувства справедливости, но еще и страха потерять хорошего сотрудника, аминь, это выгодно оказывается, поэтому, еще последний пункт, и мы молимся, нам важно пойти на второе поприще, друзья, в церкви, в нашей поместной церкви, Слово Божие говорит, любовью служите друг другу, любовью служите, иногда даже слово служите, ну как-то, ну, один брат говорит, слушай, ну как ты служишь, а он говорит, а я что, военный что ли служить, знаешь, иногда такая позиция, как бы, ну, мы не осознаем важности того, и иногда мы гиперакцентируем, простите, свое внимание на святости личной, что в твоей святости нет места простым, я не знаю, бедным, обделенным, больным, настолько мы себя отделили от общества и людей, в которых мы живем, поэтому, да благословит нас Господь, если в нашем, задумайтесь, ответьте себе на вопрос, есть ли в твоем окружении человек, которому можно позвонить в любое время, и ты уверен, что он на 100% откликнется на нужду, он сделает не просто то, чем ты попросишь, он сделает сверх того, на высшем уровне, и когда я задал один раз такой вопрос, мне ответил, брат верующий, есть, но этот человек не верующий, и я думаю, это наша практика, к сожалению, иногда, да благословит нас Господь, чтобы мы были внимательны, мы были внимательны, я помню, когда приехал на программу реабилитации, 12 лет назад, то, что меня, чем я был вообще, ну просто, я был обеззаружен своей аргументацией, знаете, люди приезжают иногда на реабилитацию, и здесь там что-то высматривают, как должно быть, но для меня было достаточно, когда меня утром разбудили, доброе утро, когда мне сказали, на вы, а вы откуда, я думаю, какое вы, когда мне там это, я думаю, кто ты, ты вчера тут пришел, голый босс, и непонятно, какой жизнью жил, а к тебе отношения вообще на уровне, когда тебе не говорят там, зависимое, тебе говорят, вот знакомься, вот это студент, и ты, ого, студент, то есть нам это раз, пиджачок получше, поэтому, как мы относимся друг к другу, даже внутри церкви, друзья, мы иногда, знаете, чрезмерно требовательно друг к другу, послушай, но ты восполни эту нужду, я помню, у нас в церкви один был брат, и я уже начинаю молиться, он, как-то стоим на собрании, и я смотрю, у него, такие подорванные брючки сбоку, и знаешь, первая мысль, думаю, ну ты пришел в церковь, ну, что не мог как бы одеться получше, а вторая мысль, говорит, слушай, что ты сделаешь для этого, что ты сделаешь для этого, послушайте, и правильно, если Бог положит на сердце, и ты, ну я не знаю, от скудости своей, ну найдешь что-то, чтобы его одеть, чтобы создать ему условия для лучшей жизни, но мы так часто поспешны на суд, и в меньшей мере на служение, служение, друзья, это любовь, одетая в рабочую одежду, аминь, дорогая церковь, и Слово Божие говорит, Деяние 20 глава, но я ни на что не взираю, и не дорожу своей жизнью, только бы мне с радостью совершить поприще мое, и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие о благодати Божией, да благословит наш Господь, чтобы то, что мы делали, нам иногда неудобно, но больно, но чтобы радость нас не покидала, аминь, дорогая церковь, давайте помолимся. Господь и Бог наш, драгоценный и великий, мы воздаем славу имени Твоему, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты вечно хранящий верность к нам, аллилуйя, Боже, за то, что Ты все время даешь нам сверхмеры, Господь. Боже, мы порой не заслуживаем того, что мы имеем в своей жизни, но это принцип Твой, Господь. Ты продемонстрировал на Христе эту жертвенность вопреки себе, Господь. И мы просим Тебя, драгоценный Бог, дай нам пропитаться этой мыслью. Боже, мы сегодня многие сетуем на сложные обстоятельства в жизни, в семьях, и Ты видишь народ Божий, который стоит перед Тобой, Иисус. Я прошу Тебя, дай нам понимание, которое Ты давал ученикам в этой Нагорной проповеди, что перемены придут тогда, когда мы сделаем больше, чем от нас ожидает Иисус. Также мы сегодня вспоминали, что даже то, что мы должны делать, мы не всегда делаем правильно, Иисус. Позволь нам до конца исполнить то, что Ты положил на нас, и найти в себе силы только у Твоего источника, только у Твоего престола, Господь, чтобы передать эту благодать тем, кто нас окружает. Потому что сказано, что потому узнают, что мы Твои ученики. По любви между нами, пусть эти особые отношения, они действительно отличают Церковь Спасения в этом городе во имя Иисуса Христа. Аминь.